аллилуйя слава богу давайте мы как у нас принято прострём наши руки на наших детей помолимся благословим руководителей воскресной школы сегодня господь да чтобы наши дети были не так как те дети которые когда-то бежали за пророком или и ругались на него и бросали в него каменья и обзывались и говорили на него пляшивый этот пророк развернулся просто проклял этих детей вышла медведица и просто побила господи отец пусть наши дети почитают тебя как великого бога господь пусть наши дети почитают своих родителей господь преподавателей господь старший господь пусть не будет заложено это уважение и богопочитание господь учи аллилуйя отец сана чтобы над ними Господь, Твоя защита не оскудела, Господь, но Ты обещал, Господь, что наши дети будут благословены до тысячи родов, Господь, и мы еще и еще раз призываем защиту Твоей драгоценной крови. Аллилуйя, Отец, Сана, Господь. Пусть наши дети всегда благословляют Твое имя. Дети, скажите, Иисус Христос, наш Господь, наш Бог, Ему слава веки. Аминь. Будьте благословены. Проходите на воскреску. Аллилуйя. Слава нашему Иисусу. Слава нашему Богу. У нас вчера было чудесное время. Мы проводили служение хвалы и поклонений на очередной высоте на Шуменской крепости. Но так как был очень сильный дождь, то одна церковь, она предоставила помещение. И внутри этой большой методической церкви собралось восемь церквей. Вместе это были с разных динаминаций. Я верю в то, что этот дождь, он был нам в благословение. Бог так захотел, чтобы собрать нас вместе, чтобы мы были как одна семья, как одно тело. Разные, но такие одинаковые в Господе Иисусе в Христе, потому что у нас один Бог, у нас одна вера, у нас один Господь, славнувшим Богу. И вчера прямо во время служения я получил такое очень короткое, но сильное откровение. Оно меня потрясло. Я тут же вышел и поделился им. Это было откровение. Я объяснял это служение Езекии. Езекия, оно это... Я раньше уже и в нашей церкви по церквям езжу и пропоедую на эту тему, о том, что царь Езекия, это был такой благословенный царь Израиля, который во время своего царствования, он царствовал 29 лет, и он просто ходил по высотам. И вы знаете, на самом деле, в нашей человеческой природе что-то такое сокрытое о том, что когда мы стоим под горой, мы чувствуем себя такими маленькими, ну как муравьи, да, мы смотрим на величие гор, мы думаем, вот Господь, как ты прекрасно все сотворил. Но когда мы где-то, ну мы, например, были на самой высокой точке Болгарии, это Мусала, да, ну трехтысячник, мы туда забрались, и когда смотришь вот так сверху, вот, и кажется, что этот весь мир какой-то такой маленький, да, что там вот эти семь озер, которые мы там проходили, там просто видели, там с другой горы, тоже смотрим просто, ну, такие озерки, такие, все такое маленькое, и мы там на высоте чувствуем себя такими, знаете, возвеличенными, да. Я верю в то, что Господь что-то делает, он хочет поднять в нас такое, знаете, достоинство, внутреннее достоинство. На этой неделе я получил откровение о том, что, вы знаете, когда мы собираемся вместе, да, вот психологи об этом хорошо знают, вот когда уже это наша, вот такая наша своя компания становится, да, такая, ну мы уже сблизились, мы уже стали друзья, и мы уже так позволяем себе расслабиться, и в мире обычно было так, о, это свои, ну там пришли в какую-то такую компанию, в какой-то квартире, и началась такая тусовка, да, ну просто, и мы начинаем там, ну что-то еще там выпили, раскрепостились, и вы знаете, начинает проявляться наша такая внутренняя природа, ну, на то время это была природа Адама, да, плоская природа, у человека, так как самооценка занижена, да, потому что одеял в этом мире, он постоянно лжет на людей, обливает их грязью, короче, ну так, унижает их, и люди, как правило, с такой, с низкой самооценкой, мы все были с низкой самооценкой, вы можете со мной согласиться, когда мы жили в этом мире, может быть, кто-то даже не догадывался, но это так, и вы знаете, когда проявляется вот эта Адама природа, мы начинаем друг друга вот как-то вот так подкалывать, да, ну там просто, ну там раз какую-то шуточку сказал, вот там над кем-то еще посмеялись, и так вот, унижая друг друга, мы возвышали свое внутреннее достоинство, которое было, ну, ниже Плинтуса, я могу так сказать, и мы так вот, ну просто над этим посмеялись, кто-то над нами посмотрел, и мы соревновались вот в этом, унижая друг друга. Я верю в то, что когда мы приходим к Господу, наша природа меняется, мы не должны, когда вот, ну, наша компания, собирается, мы становимся уже своими, уже друзьями, мы не должны, когда мы раскрепощаемся, унижать друг друга, да, это все, это все прошло ушло, древнее прошло, да, Библия говорит, теперь все новое, мы во Христе, новое творение, новое творение во Христе Иисусе, теперь абсолютно все новое, и Бог, Иисус Христос, Он вложил в нас царскую природу, понимаете, царскую природу, когда мы раскрепощаемся в духе, мы не должны друг друга подкалывать, мы должны друг друга возвышать, потому что у царя, да, у царя, у него всего много, да, у него, ну вот так вот, эта царская природа, она дает нам изобилие любви, да, мы делимся любовью, у нас много ее радостью, благостью, милосердием, кротостью, воздержанием, мы делимся верой, верой, кого-то утверждаем, кто-то еще неуверенный, кто-то еще немощный вере, написано, что принимайте, да, невзирая ни на что, принимайте немощного веря, мы принимаем его, и мы возвышаем его, то достоинство, которое было унежено, мы возвышаем его до царского достоинства, во Христе Иисусе, и смотрите, что делает Иисус, я вчера делился этим откровением, мы помним, что дьявол, он тоже это использует, он возвел Иисус Христа, куда он возвел, на высокое место, на гору, и показал ему вмиг, написано, вмиг показал ему все царства этой вселенной, и говорит, если ты поклонишься мне, то дам тебе все эти царства, помните это место, так говорил дьявол, он обещал ему земную славу, давайте мы это запомним, и земную власть, вот все эти царства будут твои, сразу же, если ты поклонишься, что Иисус Христос ему ответил, он сказал ему, отойди от меня сатана, да, и сказал ему такие слова, Господу Богу одному поклоняйся, и ему одному служим, Иисус Христос на этой земле совершил вот это служение, поклонение, Он показал, как надо истинно поклоняться, потому что Бог себе ищет поклонников, каких поклонников, которые бы поклонялись ему в духе и в истине, можешь сказать на это аминь, так говорит Слово Божие. И смотрите, что делает Иисус Христос, Иисус совершает служение, Он исполнил волю Отца, Он умирает за нас, за грехи наши, Он воскресает в наше оправдание, Он является в течение 40 дней, своим ученикам утверждает их уже на новом уровне, Он дает им свою царскую природу, славу, власть, полноту, полномочия. Давайте мы все вместе откроем одно место, я хочу сегодня прочитать, оно написано в Евангелии от Матфея, 28 глава, 16 стиха. Очень сильное место, давайте мы просто вот в него вцепимся, потому что это воистину служение, которое выводит церковь за стены, потому что легко сидеть внутри церкви, уютно, комфортно, но Бог нам в определенный момент повелевает, идите в мир, выйдите за стены церкви, проповедуйте этому миру, и мы это делаем, то есть мы выходим сейчас на высоты, протестант, более правильное толкование, протестант это тот, кто выступает публично, это не тот, кто протестует постоянно против чего-то, это тот, кто выступает публично, проповедуя то, что сделал наш Господь Иисус Христос. Аминь. Можете сказать аминь? Наше служение, оно должно быть публично, мы должны делать какие-то божьи дела публично, мы должны выступать публично, мы должны проповедовать публично. Конечно, внутри церкви тоже эти служения необходимы, они утверждают нас во спасение, они взращивают. Внутри церкви мы формируемся, формируется наш характер, Божий характер. Но потом, в определенный момент, Иисус говорит, а теперь идите в мир. В один момент Иисус говорит, выйдите из этого мира, когда утверждает нас внутри, в лоне церкви, потом Он говорит, идите в этот мир и проповедуйте до края земли. И смотрите, что Иисус Христос делает после Своего воскресения. В 28 главе 16 стиха мы можем прочитать, 11 же учеников, осталось 11, потому что 12 ученик, мы знаем, что с ним стало, с Иуда Искариотом. Осталось 11 апостолов, 11 учеников. Они пошли в Галилею и куда они пошли? На гору, куда повелел им Иисус. То есть они поднялись на гору, потому что Иисус им так сказал. Он говорит, поднимитесь на высокую гору, я хочу вам что-то показать. И вы знаете, что ученики идут, поднимаются на высокую гору, я хочу сказать о том, что просто в какой-то степени повторилось то, что дьявол, смотрите, дьявол возводит Иисуса Христа на высокую гору, показывает все царства земли и говорит, если ты мне поклонишься. Иисус тоже возводит своих учеников на гору, показывает им все царства, и что он говорит? Приближившись, куда повелел им Иисус, и увидев Его, что они сделали? Они поклонились Ему. А до этого Иисус Христос говорил, Господу Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи. Ученики открыли для себя о том, что Иисус Христос является Господом. Что он сказал? Господь мой и Бог мой. Он признал о том, что этот Бог. Потом все ученики, они признали Его божество. Он был, на самом деле, это полнота божества телесного. Это Бог явился в оплоти. Об этом я проповедовал в прошлое воскресенье. Они поклонились Ему как Богу. Потому что евреи, они могут поклоняться только Богу единому. Они Ему поклонились. А иные усомнились. Не из учеников, а кто-то там еще был. Они не поверили о том, что вообще, возможно, это какое-то просто привидение, что-то привиделось, какое-то видение. И приблизившись, Иисус сказал им, и смотрите, что Он сказал, дана Мне всякая власть не только на земле, не то, что дьявол обещал. Иисус говорит, Мне Богом дана вся власть на небе, не только на земле, но и где и на небе. Аминь. Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Смотрите, что происходит. Так как Иисус Христос не поклонился дьяволу, да он и не мог этого сделать, на самом деле. Дьявол что-то там как-то слишком высоко взял, замокнулся. Ну, просто, я не знаю, как по-болгарски можно сказать, ну, нахалник, ну, просто наглец. На что? Ну, просто потому, что ему не было открыто. Кто такой Иисус? Ему самому это было непонятно. Вот кто-то, что-то непонятно. Ну, просто, кто бы мог подумать, что сам Бог придет воплотить на эту землю. Даже для дьявола это было просто, знаете, закрыто просто. Он не понимал, что происходит вообще. И он говорит, если ты сын Божий, то скажи этому камню, да. Он его испытывал, он его проверял. Он не понимал, что на самом деле это был сам Бог, который пришел воплоти. Слава нашим Богу! И когда Бог на этой земле, Он совершил служение, как мы читали, великое благочестие тайна. Бог явился воплоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Аминь! Слава нашему Богу! Такое прекрасное служение совершил. Он показал о том, что воплоти можно совершать самое полное служение. Можно поклоняться в духе, можно поклоняться в истине, можно быть послушными, можно не грешить, можно жить абсолютно святой жизнью. Он все это совершил для того, чтобы проложить для нас путь. Он есть путь и истинная жизнь. Мы теперь идем по следам Его. Аминь! Мы идем по следам Иисуса Христа. Всю вот эту власть, которую Иисус Христос получил от Отца, власть на небе и земле, там на высокой горе, когда ученики вот так зашли, посмотрели, все царства, да, все. Вы знаете, мы здесь в Варне живем на возвышенности, когда мы смотрим из окна, у нас окна в пол, вот так, ну просто панорама, конечно, колоссальная, вся Варна лежит у нас под ногами. Я верю в то, что Иисус Христос специально это сделал, потому что мы выбирали место, мы молились, и Господь мне сказал, вот здесь вы будете жить. Мы пришли на это место, и Господь застолбил это ваше место. И мы выходим, неважно когда, днем вся Варна под ногами, и мы благословляем, это город Иисуса Христа. Мы просто благословляем этот город. Здесь не будет никакого колдовства, мы разрушаем всякий сатанизм, мы начинаем проголошать Божие Царство. Божие Царство, Царство Иисус Христа да распространится, да утвердится во славу Божию. Бог нам дал такую власть. Может быть, я что-то придумал? Это написано в Евангелии. Друзья, аминь или не аминь? Мы призваны к этому, мы призваны, на самом деле, провозглашать. И вот это, знаете, на самом деле, служение на высоте, оно очень уникально, потому что мы видим о том, что это имеет какую-то силу, мы видим, это имеет какую-то власть, мы видим, это то, что заповедовал Иисус Христос. ученикам зайти на гору и дал им там власть. Он сказал, вот это теперь все ваше. Идите, завоевывайте, крестите, проповедуйте, учите, наставляйте. Все я даю в руки ваши. У вас власть освобождать, у вас власть спасать. То, что вы свяжете, будет связано. То, что вы развяжете, будет развязано. Слава нашему Богу. Вчера пошел такой дождь и, вы знаете, просто я вспомнил несколько таких событий, когда Бог дает поздний дождь, да, это такое, значит, дождь благословения. Один раз мы крестили людей в воде и перед тем, как мы начали крестить, пошел такой, ну, я хочу сказать, просто невероятный какой-то, сверхъестественный дождь, что даже вот вытянутую реку не было видно. То есть, дождь лил реально из ведра. И просто люди сказали так, что, в принципе, в воду можно не заходить. Бог нас уже крестил, потому что мы все были в воде. И просто было такое, потом я вспомнил, недавно отделился, когда приезжали братья, да, которые свидетельствовали недавно. Я говорю, вы знаете, в 92-м году я был уличным проповедником. Я проповедовал на улице. У нас было такое дерзновение, такая первая любовь. Нам дали такие брошюрки и сказали, вот, четыре духовных закона. Проповедуйте, ходите, говорите. Я вышел в город и начал по этим брошюркам. Ну, там такая схема, ну, о том, что все согрешили, лишены славы Божьи. Ну, вот кто-то умер за нас. И вот пока я это людям объяснял, люди разворачивались и уходили. Слишком это было сложно. Я понял о том, что эти брошюрки надо давать после чего-то, после того, как что-то коснется сердца человеческого. И мне тогда открылась сила свидетельства. То есть я начал ходить в городе и просто свидетельствовать о том, как я лично познакомился с Христом. Это самое сильное оружие. Поэтому Библия говорит, что они победили дьявола словом свидетельства своего и крови Агнца. Они победили дьявола словом свидетельства своего. Я помню, что один раз я вышел в парк, встал на какое-то возвышенное место и начал проповедовать. Я дословно помню, что я тогда проповедовал. Я проповедовал о том, что я был в самых горячих точках. Я был в тюремном служении. Куда никого, никто не хотел идти, мы туда шли. Мы, Наташа играла на синтезаторе, она даже, я помню, тогда получала даже пособие. Мы думали, ну, вообще, ну, крутая такая, ну, я думаю, вот, она получает пособие, я ничего не получаю, там, ну, давай тоже на гитаре, думаю, может, тоже там пособие какое-нибудь дадут, но не дали. Ну, думаю, ладно, слава Богу, я же для Господа это все делаю. И выходим, там группа Ильтон, у корейцев так принято, вышла, это была церковь Грейс, быстро растущая церковь, девушки вышли, там что-то, там, ну, песенки там станцевали, народ начинает собираться, говорит, ну, теперь твое время, я выхожу на высшенное место и начинаю проповедовать. Я говорю, вы знаете, и в этот момент начался дождь. Я почему об этом заговорил, потому что вчера был дождь, я хочу сказать о том, что начался дождь, я говорю, Господи, как же так, ну, просто, ну, слово твое сейчас я вот буду проповедовать, да, ну, о славе твоей, я же буду проповедовать, а тебе, почему дождь, ну, ты как-нибудь там запрети, там, облака как-нибудь разгони, а дождь все идет и идет. Но люди, вместо того, чтобы расходиться, они начали приходить, собираться, собираться, зонтиков ни у кого не было, потому что дождь начался неожиданно, все накрывались там какими-то своими пиджаками, там кто-то что-то достал, какие-то картонки, вот так, и все стоят и слушают, потому что свидетельство было мощное. Я говорил о том, что вы знаете, я недавно был в тюрьме, разговаривал с человеком, и этот человек, он мне сказал, ну, они так, ну, разговаривают там, ну, у них свой сленг определенный, говорит, начальник, слушай, ты знаешь, за что я здесь, почему я здесь? Я, говорит, сижу здесь за изнасилование. Тогда во времена еще Советского Союза за изнасилование была одна статья, то есть это было жестко, ну, 15 лет, вот, просто там, разбираться с тобой никто не будет, да, там вообще непонятно было, кто кого соблазнил, говорю, ну, там просто там глазки строла, короче, там, ну, я вот там, ну, вот, короче, не удержался. Пять минут удовольствия, начальник, пять минут удовольствия, и 15 лет ада, настоящего ада. Пять минут удовольствия, и 15 лет ада. И потом этому человеку еще продлили за что-то срок, и он там уже там, он был на грани, вот это 15 лет заканчивалось, ему еще сидеть и сидеть. И он просто, я пробежал о том, что мы живем вот на этой земле, и жизнь наша, она пролетит, вот, как вот эти пять минут. Ты во что-то вцепился, да, человек, ну, на самом деле, просто в какой-то, Библия говорит, временное греховное наслаждение. И это просто вот твоя жизнь, она пролетит, как пять минут. А потом, вечность, или в аду, да, если ты просто не смог отцепиться, а сам и не сможешь без Иисуса, да, только Иисус спасает, только Иисус освобождает, только Иисус дает спасение, только Иисус дает свободу. И вот на самом деле, стоит ли оно того, к чему мы призваны прилепляться? И потом я просто призвал, когда люди вот так стояли, я увидел, что они все обомлели. Какое-то пришло осознание того, что время, эта жизнь настолько краткотечна. И на самом деле, во что мы вцепились? Это же все, ну просто на самом деле, это же такая ерунда, такая пустота. Вот если Господь есть, давайте мы сейчас прочтем вот эту молитву, молитву покаяния. Я призвал им к молитве покаяния, и люди начали молиться. Господь, прости нас, пожалуйста, за все наши грехи. Пожалуйста, вводи в мое сердце, как спаситель. Стань моим личным спасителем. И мы закончили эту молитву, и потом мы уже раздали вот эти брошюрки, четыре духовных закона. Я верю в то, что Господь делал свою работу, потому что вот эта наша церковь, церковь Грейс, в которой мы были, в которой мы начинали служение, за несколько лет она выросла до 20 тысяч человек. Я хочу сказать, это серьезный рост. В нашем городе была построена церковь, которая по сей день считается самой большой по всему Казахстану. То есть это церковь на 5 тысяч человек. И сделана из самого лучшего материала, из мрамора, черный мрамор там, там хрусталь, хрусталь. И все это было на пожертвование. Это слава Иисусу. Аминь. Слава Иисусу. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Я поделился своим откровением о том, что вот это служение Иезекии, оно очень серьезное. И я очень благодарен всем тем, кто... Ну, вчера была почти вся наша церковь там, и я вот за это благодарен, то, что все приняли участие. Наша группа прославления, ну, спела, ну, просто, ну, лучше всех, когда там было всего две группы. Я считаю, что наша группа была... Три группы было, да. Что наша группа была лучше. Мощная молитва, сильное присутствие сошло, ну, просто, ну, лично меня накрыло, я просто купался в Божьей любви. Я верю в то, что это служение будет продолжаться. Я сегодня разговаривал с главным пастором, с Николаем, о том, что следующая наша высота на Беклеме, это Триумфальная арка Победы, она называется. Такое значимое, знаковое место в Болгарии. Я верю в то, что мы эту высоту возьмем. Я верю в то, что Бог что-то сделал. Аминь. Вот я верю в то, что вот эта Шуменская область, ну, она просто сейчас, на самом деле, просто после вот этого атомного взрыва, да, ну, Божьего присутствия, просто произошли уже в духовном мире коренные перемены. Молитесь за нас, участвуйте в этом служении. Мы просто верим в то, что каждый, кто будет принимать участие в таких служениях, это что-то новое для Болгарии, будет получать особенные благословения от нашего Господа Иисуса Христа. Я закончил. Сегодня у нас...